приветствую вас на канале припресс сейчас поговорим о страшном сне припрессника особенно начинающего работа с понтонами или с красками которые не смешиваются в общем от реппинга и так первым год мне досталась такая этикетка которую надо подготовить печати первое что мы оцениваем это ее размер размер 115 на 61 грубо говоря 115 на 61 это у нас будем считать естественно вам должны дать техническую карту вот она у меня должно быть 110 на 55 поэтому первым делом заходим документ сетап добавляем наши по два миллиметра или два с половиной миллиметра то есть в данном случае дизайнер который разрабатывал эту этикетку он учел ну не не ровно но неважно нам главное получить наш размер 100 110 на 155 edit outboards это у нас а 4 делаем 110 на 55 готово хотите подгоняйте хотите нет но я обычно подгоняю под наши блиды теперь у нас красивый хороший размер 115 где-то она спряталась еще вот 115 на 60 извиняюсь не 110 115 так смотрим дальше оцениваем какие краски участвуют у нас печати то есть принципе что такое наложение двух цветов краска которая не смешивается мы знаем что красный цвет состоит из давайте я наглядно вам покажу вот допустим смик чтобы получить красный мы берем желтый добавляем маженто то есть у нас в нашем квадратике используется два цвета маженто и елло то есть наложение маженто на желтом было бы все хорошо и замечательно в отличие от допустим синего который не участвует циана который не участвует в красках то есть все что мы видим вот сам модель смик давайте уже маженто поставлю цветное изображение вы как вы знаете стоит из четырех основных цветов вернее трех цветов и дополнительный кей ключевой черный смик то есть эти краски друг на друга накладывается и при печати это будет четыре пленки кто видел пленку знает что они выводятся исключительно черным цветом то есть залито сто процентов если мы поставим допустим 60 процентов то на пленке будут маленькая точка все зависимости от линиатуры вывода пленки то есть даже на экране видно это просто облотка то есть конце концов при печати мы печатник не ну никак ему не получится совместить эти два цвета что получился допустим красный то есть это в режиме наложения просто покажу вот должен получиться красное наложение здесь же получится трэш на самом деле красный с маженто или желтый с зеленым не должны пересекаться если на печати желтый синий пересечется мы увидим зеленую окантовку они смешаются ну в общем это будут разделены это будет между ними белая полоса примерно так чтобы было понятней ты что-то типа такого будет под ним белая как-то как-то так будут накладываться и будет некрасивая ну короче вам дадут по башке если вы не сделаете треппинг между этими цветами так вот ладно хватит лирики если что зададите вопрос комментарии что будет непонятно я вам расскажу как делается треппинг первым делом узнаем что это у нас за цвет понтон хорошо синий понтон это понтон смотрим чтобы у нас все было понтоном даже желтый это еще один понтон то есть получается желтый у нас выступает как желтый это у нас понтон я не знаю конечно да разница есть и для такой марки как shell я думаю очень критичные и правильно попадать цвета если мы будем печатать допустим четырьмя красками в которой вот допустим моторы масла да если мы переведем смик то мы увидим что тут выступают все четыре краски а это получится у нас линиатура муар и будет растровая точка видно что он не надо нам у нас должен быть чистый яркий цвет синий красный такой темно темно темно-желтый и так далее желтого на 100 процентов так что оставляем и так что мы делаем мы берем идем по порядочку сверху цвет вот у нас есть темно-желтый накладываем на красный то есть мы добавляем сюда этот же цвет как обводку я путем перетаскивания это делаю и ставим не один пункт а либо 0.25 либо 0.5 ну в данном случае я бы такого чтобы 0.25 поставить предельно допустимые норма несовмещения около 0.2 миллиметров которые допускаются при печати можно 0.25 если большой формат то можно и 0.5 даже поставить есть готово что нам сделать надо поставить оверпринт добавляем я бы такой скруглить углы window attributes атрибуты и ставим оверпринт строк сейчас вы не видите разницу но если мы включим режим оверпринт превью альшив ctrl y то мы видим что этот цвет накладывается на красный то же самое мы выполняем такую же процедуру на всех остальных цветах которые нам необходимы двину документы инфа случайно накладываем делаем 0.25 ставим режим оверпринт строк обратите внимание тоже изменилось цвет то есть мы делаем мультиплай это нечто схожее на оверпринт на черном когда нам не надо чтобы делалась вырезка под черным текстом это похожие процедуры но в данном случае участвует несколько цветов которые не должны быть совмещенными то есть они должны состоять исключительно из одного цвета то же самое делаем здесь это можно было сделать проще в данном случае как select same fill color ну кроме наверное вот этого потому что тут белое а здесь у нас наложение желтого то есть нам тут не надо оверпринт делать тут будет вырезка понятно раз делаем понтоновскую обводку ставим 0.25 пункта скругляем углы зачем скруглять углы мне так захотелось ставим его перед строк можем видеть что разница существенная то есть данном случае желтая на красном здесь красный понтон на желтом чуть не забыл про этот тоже если у вас много объектов лучше используйте салай цель выбрать одинаковые цвет заливки это я удалю под выделением сделаю строк 0.25 пункта скругление оверпринт строк все наша работа выполнена можем сохранять наш файл и отдавать на печать или отдавать на сборку чтобы делали сборку понятно да давайте попробуем закрепить материал есть еще один файл тут участвуют белый черный и вот этот цвет понтон 1 2 4 это какой-то свой созданный понтон у нас это меньше всего не интересует это дело вообще по большому счету если у вас нет давайте продолжим все таки закрепление материалов первое делаем размер 14 4 на 11 4 2 миллиметра у нас под обрез документ с этап ставим выбираем миллиметры 2 миллиметра где торбор быстрые направляющие существенно облегчают нам нашу жизнь где-то я 0 1 миллиметра потерял надо неважно 140 на 110 так у нас что-то есть важен то что это такое это будет нож нож мы сразу же отправляем на новый слой control x новый слой control f и блокируем чтобы он нам не мешал могу даже убрать так цвет у нас понтон целый акции фил кулер атрибуты оверопринт строк тоже можно 0 25 можно 0 3 до 0 5 оверопринт строк поставлена все у нас есть да здесь есть проверяем view аверопринт строк поставлена вряд ли вы это увидите на черном фоне но тем не менее оно сделано в результате это будет черным цветом глубоким черным печататься это вторым цветом но я конечно сделал это все понтоном они по четырем краскам то есть это будет пяти красочная работа если в данном случае в этом у нас раз два два три четыре цвета то в этом случае у нас пять цветов черный и понтон надо оговаривать этот момент с технологами предложить им печатать просто в две краски глубокий черный какого-то вида выбираете и понтоном когда вы сэкономите два цвета две пленки иногда это не имеет значения ну вроде понятно да вернемся к этому макету вам было еще более ясно это все будет выводиться на четыре пленки то есть желтая темно-желтая красная синяя иногда для упрощения берется и делается это все триадными красками то есть select same fill color вместо pantone мы просто ставим magenta например неважно что вы выберете ту же самую операцию делаем на 25 пунктов атрибуты верпринт строк ясно да это у нас будет желтый это у нас будет цианом для того чтобы не заморачиваться но в технологической карте вы же поймите она все увидится будет черным фоном и кроме надписи красок ничего не будет написано обычно в некоторых типографиях заставляют еще рисовать квадратики и писать какой по каким понтоном то есть для шкалы то есть понтон 301 да давайте вернем назад просто покажу как иногда пишут вот берем ставим квадратик сколько у нас цветов столько и квадратиков два три четыре два три два три четыре мы идем Schulen это у нас не понтона я sunkки чистый ел это у нас непонятно какой понтон вот 485 измеряем это у нас понтон 116 да, тут большая разница с c и без c это две разные вещи это у нас понтон 301 уберу отсюда вводку готово теперь мы можем перевести весь понтон в триадные цвета same fill color соединяюсь так добавляем обводку вставим print строк здесь правда не надо было это мое упущение извините в данном случае мы это сделаем с желтым нельзя ну давайте цианом сделаю что ли а это будет черным это не имеет никакого значения абсолютно это для извращенцев фил а почему а same fill over или это черным сделать не имеет значения сан вводка сан 025 овер принт строк так тут у нас все хорошо мы сделаем черным слайд 7 fill color 025 пунктов все чудесно красота видите да черный он как серенький и наложение печатник печатает по этим данным а выводится 4 абсолютно разные краски если интересно могу показать как это будет делать 2 3 4 в данном случае так это все вырежется так и Это у нас будет чёрный цвет. Первая плёнка, это у нас остаётся так, здесь 485-й понтон C. Первая плёнка. Первая плёнка. Для понимания это она тоже чёрная будет. Если сделаете какую-нибудь такую же работу, не поленитесь посмотреть, что выводят на плёнках. Это иногда очень полезно. Пантон 301-й, это у нас наш синий. Вот так вот. Ну, я думаю понятно, да? Вот так вот будет на наших плёнках. Что не понятно, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Всем удачи, отличной печати, не ленитесь. Пока. Пока. Пока.